Таджикам стоит опасаться и запасаться деньгами. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о каком риске рассказала АБР. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Генеральный директор Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил о высоком риске сокращения денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России из-за объявленной российским руководством частичной мобилизации. Отвечая на вопрос на виртуальном пресс-брифинге, 29 сентября Жуков сказал, что возвращение большого числа таджикских мигрантов с российским гражданством на родину негативно отразится на приток денежных переводов в республику. Представитель АБР отметил, что на территории России проживает и работает более 1 миллиона таджикских граждан, из которых примерно 200 тысяч человек имеют двойное гражданство. И несмотря на дороговизну билетов, многие намерены вернуться, либо уже вернулись в Таджикистан. Нам сказали, что билеты на самолеты и железнодорожный транспорт подорожали. Стоимость билета из Москвы в Душанбе в одну сторону оценивается в 10 тысяч долларов, добавил Жуков. Между тем, в распространенном накануне очередном докладе Европейского банка реконструкции и развития говорится, что денежные переводы из России в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан продолжают поступать в значительных объемах, так как растет спрос на услуги трудовых мигрантов. Отметим, что таджикские власти отказываются предоставлять представителям СМИ данные по денежным переводам, хотя никаких законодательных ограничений не существует. А вы уже ощутили на себе проблемы с переводом денег или вы не сталкивались с этой проблемой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее эти сведения таджикские СМИ получали на сайте Центробанка России. Однако после начала вооруженного российско-украинского конфликта российский регулятор воздерживается от публикации таких данных. О причинах и сроках при остановлении публикации данных не сообщается. Данные по трансграничным переводам Центробанка Россия публиковал ежеквартально. Последние такие данные на сайте российского финансового регулятора были размещены во второй половине марта. Сведения по итогам 2021 года. Общая сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составила 1,8 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем в 2020 году. Более 76% этих переводов осуществлялись гражданами Таджикистана, а около четверти гражданами России и лицами, проживающими в Российской Федерации с видом на жительство. В общем объеме этих средств 94% составляли рубли, 5,5 доллара и 0,1% евро. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, будут ли действительно с этим проблемы? И многим таджикским мигрантам и в принципе таджикам рекомендуют вернуться на родину, чтобы не стать пушечным мясом в войне России против Украины. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok